Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 мая и все томаты у меня, которые в теплице, почти все, хорошо разрослись. У них такая мощная, большая зеленая масса. Но Ирина Чернова спросила у меня, что делать, если томаты не такие вот, не зеленые, не здоровые, а хиленькие и слабенькие. Она сказала, что она первый год вообще выращивает, никогда не выращивала и просит совета, как помочь. Я до этого, когда снимала недели две назад, по-моему, видео, что делать, если листья у рассады желтеют, если томаты хиленькие и слабенькие. Я всегда говорила, чаще всего не нужно делать ничего. До высадки на постоянное место, в теплицу или в грунт, то, что рассада слабая и желтая, это вполне закономерно, ей не хватает питания, возможно, там тесно, не хватает света. И я говорила, подождите, высадите в грунт и подождите неделю. Оно само все разрастется, все позеленеет. Но вот в большинстве случаев у меня так и произошло. Я высаживала вот эти настеньки, если кто видел мои видео, они были совсем-совсем крошечные. Сейчас уже на них плоды, даже те, которые высаживала вот в последнюю очередь, все уже буйно так разрослись, все они цветут. Но один все-таки куст я нашла, который остановился в росте, но не то, что остановился, но он не увеличивается. И вот сейчас на нем я покажу на этом примере, что нужно делать, чтобы он догнал своих вот этих сверстников. Вот смотрите, я сейчас покажу вам этот куст, и вы увидите сразу разницу. Вот маленький такой, компактненький, и если сравнить, я вам сейчас покажу те, видите, какие буйные они, зеленые, и вот этот вот. Хотя они посеяны в один день, они вместе высажены в теплицу, и все бы ничего. Я подождала первую неделю, как я вам говорила, ждите, он вырастет. Первую неделю не вырос, вторую неделю не вырос. Все. Значит, ему нужно дать какой-то толчок. Все бы не беда, но вот видите, уже цветочные бутоны, и если он сейчас начнет цвести, вот даже один цветок уже есть. Нужно делать это очень быстро, мне в ускоренном темпе исправлять ситуацию. Если он сейчас начнет цвести, чем это чревато? Маленький кустик, зеленая масса, совсем крошечная. А так как цветок опыляется в первые дни у томатов, сразу начнет образовываться зависть, и растение все силы бросит на формирование вот этой завязи, будет наливаться зависть. И вот эти листья, сам куст, у него, у томата будет уже на втором месте. То есть он может остаться вообще таким карликовым. И если ему будет не хватать питания, вот листьям всему, он может вообще завершковаться, и в итоге будет здесь вот всего немножко вот этих томатов, которые он сможет осилить. Ну вы понимаете, что-то объяснять. Вот такой маленький куст, он не осилит никакие вот 5, 6 или 7 гроздей. А увеличиваться он не хочет. Что делать в этом случае? Ну в этом случае, конечно, может помочь подкормка азотом. Я всегда говорю, не надо давать азот, томаты зажиреют. Но это касается действительно вот этих томатов, которые и так видно, что они жирные, что у них и так все прекрасно. У них такая большая зеленая масса. И вот я даже хожу, вот эти вот листья, которые они распустили по полметра. Сейчас покажу, как... Ой, они видите, даже на полдорожки выпускают свои листья, огромные. Конечно, им никакой помощи не нужно. А вот этому малышу помочь нужно. Нужно ему дать азот, которого ему не хватает, потому что все мы знаем, для того, чтобы нарастилась зеленая масса, нам нужен азот. И в этом случае уже нам не стоит думать и выбирать, использовать фабричные удобрения или не использовать. Обычно ни у кого в это время нет еще ни травяных настоек, их еще надо дождаться неделю-две. Ничего такого нет. Поэтому можно смело использовать один раз мочевину. Мочевина это азот в чистом виде, 46%. Разведете по инструкции. Там, по-моему, раньше был рецепт столовая ложка на ведро, а сейчас как-то на квадратные метры. Ну, посмотрите, какую выпачку купите, какая инструкция. Не превышайте ни в коем случае дозировку, потому что азот вам сильно не нужен, вам немножко хватит для того, чтобы оно увеличилось. Иначе, вот смотрите, оно стоит 2 недели. В одной паре другие растут, оно не растет, но зато уже цветет. И, возможно, без азотной подкормки, если не дать ему азота, ничего хорошего с него не выйдет. Можете использовать один раз, вот вам тут покажу сейчас, селитру аммиачную. Это тот же самый азот, но тут еще, видите, она черная. Вот это даже идеальнее вариант. Тут еще гуминовый, сейчас посмотрю. Ой, гумат, калия или натречу. Так, азот-34, универсальное азотно-фосфорное удобрение. И тут тоже есть дозировка 20-30 грамм. Ну, вы смотря, какую пачку купите и по своей инструкции сделаете. Вот такое черное, черный азот с фосфором, даже еще лучше, потому что я всегда говорю, что весной им очень нужен фосфор для развития корневой системы. Вот эта селитра аммиачная, обогащенная гуматом калия, это тоже, вот в таком случае, идеальный вариант. Вот, например, для меня, вот для этого кустика, вот у меня только вот в одном месте почему-то такие, может быть, потому что они здесь у стенки, может быть, потому что было слишком холодно, вот они затормозились. И вот для меня в таком случае, для Ирины Черновой, у которой слабые, хилые, и ничего не меняется, они могут долго стоять. Конечно, можно еще месяц подождать, но дело в том, что оно очень отстанет в развитии, в плодоношении, и, возможно, вот этот карликовый кустик, он не даст вам того урожая, который нужен, ну, который мы ожидаем от него. Так что один раз, рано весной, желательно, всегда пишут, что до цветения, но у меня вот один цветок уже есть, ничего страшного даже. Вот в фазе бутонизации можно подкормить вот такими азотосодержащими удобрениями. Оно поможет кусту нарастить большую массу, ну, не большую, а нормальную, чтобы догнать хотя бы своих соседей, чтобы потом были силы выкормить вот эти вот завязи, которые у него сейчас образуются. Все. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука. Разговор на тему, можно ли весной все-таки кормить азотом. Конечно, можно. Те, которые у нас сами не хотят расти, их нужно немножко стимулировать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok